Привет! Одним из самых частых вопросов, которые задают новички в Телеграм-канале, ссылка будет в описании. С чего начать инвестировать? Какую именно акцию купить? Какую именно облигацию приобрести в свой портфель? И вы знаете, конечно, единого ответа на этот вопрос нету, с чего начать и что, собственно, делать. Но я вам расскажу, как бы я начал бы инвестировать сегодня, имея свой опыт, если бы я начинал бы с нуля. И я бы начал с чего-нибудь примитивного, то есть, например, облигации федерального займа и банковские депозиты. Сейчас я поясню свое мнение. Разные подписчики, я тоже читаю, кто как инвестирует, у кого какие портфели, они предпочитают разные стратегии и тактики. Кто-то трейдит, кто-то инвестирует, кто-то там спекулирует. В общем, разные есть варианты. Кто-то недвижку сдает и так далее. Некоторые вкладывают 100% в акции, некоторые только в облигациях торгуют. Значит, банковский вклад хорош тем, что вы, допустим, можете его закрыть в любой момент, не потеряв деньги. То есть, если деньги понадобятся срочно, у вас должен быть банковский вклад в достаточном объеме. Ну, сколько это индивидуально. То есть, смотря какие у вас запросы, какие перспективные расходы, это можно индивидуально прикинуть. Облигации федерального займа тоже можно, в принципе, продать в любое время. Если они короткие, то вы тоже там ничего не теряете. Вот так выглядит начисление купонов по облигациям федерального займа. Вот недавно приходило 500 рублей купонами. Напоминаю, ссылка на телеграм-канале будет под видеороликом. Также будет ссылка на мой профиль в пульсе. Значит, следующий момент. Значит, как может выглядеть вклад? Выбирайте любой надежный российский банк. Может быть, лучше даже несколько особенностей, у вас сумма большая. Открывайте на какой-нибудь накопительный счет или депозит. Я предпочитаю квартальные вклады или накопительные счета. Допустим, в Тинькове у меня под 6% годовых лежит. Наверняка вы где-нибудь найдете под 7%, может быть, где-то под 8% найдете. Сейчас, на текущий момент, ставки в разное время разные. То есть, например, весной прошлого года ставки были до 20% годовых. Было очень даже выгодно положить деньги в банк. Сейчас, конечно, ставки не такие интересные. Но вклад нужен для ликвидности, а не только для того, чтобы зарабатывать на процентах. Понятно, что эти проценты не догоняют инфляцию. Это, я думаю, всем и так очевидно. И как это выглядит? То есть, например, у вас тут могут приходить, ну, допустим, проценты. То есть, вот проценты за, получается, январь, да, 600 рублей пришло. Смотрим следующий месяц. Тут тоже пришли проценты уже за февраль, да, в марте. В апреле, соответственно, тоже уже пришли проценты за март. То есть, вот так вот. То есть, деньги как бы в любом моменте можно вытащить. Вы это видите на экранах. То есть, когда я платил налоги, я выводил деньги с этого счета, где я держу деньги на оплату налогов. И, собственно, на свободный остаток каждый день начисляются эти самые проценты. Значит, если мы говорим про именно брокерские счета, то брокер, опять-таки, сами выбирайте. Но если вы выберете именно Тинькофф Инвестиции, то по моей ссылке в описании вы можете открыть брокерский счет и получить акцию в подарок. Для новых клиентов это распространяется. Ну и также есть мой промокод, который называется TINF OLEG. Этот промокод дает подарочную акцию для новых клиентов или для тех, кто не совершал еще сделок. Промокод действует до середины июня. Вот. Но так или иначе, эти подарочные акции не должны быть самым важным. При выборе брокера я, Тинькофф Инвестиции, выбираю за дистанционный сервис и за удобство использования. За удобство веб-терминала мы на них его смотрели, за удобство мобильного приложения, доступного только для пользователя Android, насколько я знаю сейчас. И за вообще веб-энтерфейс, за хорошую поддержку мне нравится. У некоторых людей есть нарекания на этого брокера. Поверьте, вот другим брокерам тоже есть претензии. Никто из них не идеален. Выбирайте того, кого вы хотите. Вот. Значит, выбрали брокера. Можно также и несколькими брокерами пользоваться. Никто не мешает, в принципе. И что вы здесь можете сделать. В первую очередь я бы обратил внимание на, как я говорил, облигации федерального займа. Короткие. То есть, какой-то конкретный выпуск я не посоветую. Сами уж думайте. И учитывайте, что риски-то есть всегда. Мы про это тоже на днях говорили. Но вот индивидуальный инвестиционный счет я вот в этом году открыл, 3 месяца назад. Он у меня сугубо консервативный. Здесь небольшой пул акций. А все остальное у меня забито под завязку облигациями. То есть, и в частности, вот эта облигация, 1000 рублей стоит номинал, недавно выплачивала купоны в размере почти 500 рублей. Давайте покажу события. Вот. На основной брокерский счет 71 рубль пришел. И на индивидуальный ценный счет 413. Нужно учитывать, что есть нюанс. НДФЛ. То есть, поэтому эти ставки, которые вы увидите по этой облигации, в реальности будут чуть ниже, заметно ниже, чем вы думаете. Это облигации с 4-х кратной выплаты купонов в год по межбанковской ставке. Бывают с фиксированной ставкой, где размер купонов заранее известен. Здесь он неизвестен. Облигация короткая, она ближайший год актуальна. То есть, припарковать деньги сюда можно. При досрочной продаже этих облигаций вы получите также накопленный купонный доход. Попробую показать, как это выглядит. Не знаю, получится или нет. Сразу скажу. Допустим, поставим лучшую цену. Смотрите. Вы получаете 43 рубля накопленного купонного дохода. То есть, несколько дней назад они выпутили купоны. И вот за несколько дней уже накапывали несколько рублей накопленный купонный доход. НКД. Облигации нужны именно для балансировки портфеля, для купонного дохода постоянного, для ликвидности. И выбирать можно корпоративные облигации. Я, например, несколько компаний хочу подобрать себе. Тоже, допустим, с четырехкратной выплатой купонов. И ставки тут уже, конечно, попривлекательнее. Но риск повыше. То есть, понятное дело, что обычно чем выше риск, тем выше доходность. Как правило, хотя не всегда. Можно также заработать на телеоблигации, купить ее дешевле, дождаться, когда ее погасят, и на этом хорошо заработать. Что касается акций. Много вопросов приходит. Например, достаточно ли 6-5 тысяч рублей в месяц, чтобы, допустим, инвестировать именно в рынок акций. И что можно ожидать. На самом деле, даже если рынок упадет за год существенно. Или рынок существенно вырастет. Ну, в абсолютных цифрах это будут небольшие деньги за год. Понимаете? То есть, 5 тысяч в месяц, если вы будете откладывать, то это будет где-то 60 тысяч за год вы накопите. Если там консервативно 10% заработаете на этом, то будет 66 тысяч. Если 20% потеряете, ну, вместо 60 тысяч будет 50 тысяч. Но, как вы понимаете, это принципиально на ваше благосостояние не будет влиять. Но акции считаются воскрескованными активами. Поэтому туда закидывайте ровно, строго те деньги, с которыми вы готовы попрощаться. Не совсем, наверное, корректно звучит эта мысль. Я ее разверну. Акция может уйти с биржи, делистинг. Может компания обанкротится. Может быть какое-нибудь непонятное слияние поглощения произойти на рынке. Несколько раз я такое наблюдал на рынке. Из недавнего детский мир уходит с биржи. Чизпик, когда эта вот компания была, люди там теряли деньги. Мусорные акции бывают. Бывают компании, такие как Форд, которые очень резко, очень волатильно себя ведут на рынке. То, значит, они 10 долларов стоят акция, то она стоит 3 доллара, потом она стоит 15 долларов. Там в течение 2-3 лет, там вот такие американские горки, что называется. Невероятно большая волатильность. И, вы знаете, новичку это не надо. Я считаю, что новичку нужен банковский вклад и облигации, плюс индивидуальный несонный счет, если он, допустим, хочет получить налоговый вычет, если у него официально белая зарплата. Я в следующем году попробую по своему налоговому получить налоговый вычет. Расскажу вам, получилось или нет. Потому что у меня часть доходов проходит по агентским договорам. И там НДФЛ я плачу, за меня платят, точнее, по этим договорам. Но я не знаю, получится ли у меня получить этот вычет, потому что у меня как такого трудового договора нет. Что касается акций, вот когда будете набираться опыта через полгода, через год, тогда берите голубые фишки, какие-то дивидендные истории, какие-то ростовые компании, какие-то интересные, может быть, фонды, как вы видите здесь на экране, какие-то корпоративные интересные облигации, интересные акции, может быть, валюту. Там, знаете, когда уже опыта будет больше, то и проблем уже будет меньше, я думаю так. Я так думаю, мне так кажется. Кстати, вот здесь почему-то фонд, вот этот вот, почему-то стал торговаться в рублях. А почему, непонятно. Это аналог NASDAQ, получается, Тенковский фонд. И еще вот этот фонд стал в рублях торговаться. Это интересно, они раньше в долларах торговались. Это интересно. Ну, вот риски, с которыми я столкнулся. Финексовские фонды замороженные, вот этот вот фонд на 3 тысячи баксов. Посмотрите, по каким ценам я ее могу спихнуть. Ну, практически ни по каким, то есть даром отдать могу только. Буду держать, что делать. Значит, по акциям я уже тоже говорил, что бывают. И по облигациям бывают дефолты, кстати. То есть риски есть и по фондам, и по акциям, и по облигациям. И то, что там в обучении вы где-нибудь прочитаете, что фонды это безопасно. Это чушь собачья, потому что прошлый год показал, что, ну, люди потеряли деньги на этих фондах. Напомню, финексовский фонд на еврооблигации российских компаний. Я не помню, как он, тикер называется. Может, сейчас найду, покажу. Не уверен, что получится найти. Ну, просто погуглите. Финекс, значит, еврооблигация российских компаний. Называется фонд. Так. Эффект не то. Не то. По-моему, их тут и не видно сейчас. Вот здесь вот в портфеле. Короче, там все люди, кто вложил в эти фонды, они потеряли свои деньги полностью. Эти фонды не просто заморозились, они обокротились из-за некорректного управления активами, получается, управляющими фондами. То есть, риски повышены на фондовом рынке, но вы сами их регулируете. То есть, одно дело, ФСЭшки, которые считаются самыми надежными, хотя в истории всякое бывало тоже, да. Во вторую очередь, можно рассмотреть голубые фишки российского рынка, какие-то дивидендные истории. Но там деньги могут заморозиться на 3 года, на 5 лет, то есть, если вы захотите в плюсах продать. Худший сценарий, который вот есть за предыдущие 10-20 лет, я вот у Тимофея Мартынова слушал. В неудачной точке входа, если человек зашел на индекс российского рынка, то в течение 8 лет, даже с учетом дивидендов, нельзя было продать эти позиции в прибыль. То есть, бывают настолько неудачные точки входа, допустим. Это что касается акций. А если вы новичок, то вы, скорее всего, купите не то и не тогда, когда нужно. Понимаете, вы не будете знать цен, вы не будете знать трендов, не будете знать каких-то нюансов, как дивидендный гэп, который случается, или еще что-нибудь там. Вот, допустим, какая-то акция может перестать платить дивиденды. На это всерьез рассчитывать, ну, на российском рынке нельзя, по крайней мере. И давайте покажу, как дела. Кстати, вот эта вот акция по поводу торговли в терминале, дарим акцию «Закажи 20 сделок в терминале», она доступна, оказывается, не всем. Я прошу прощения, в прошлом ролике я снимал обзор, я думал, что это доступно для всех, оказывается, это для тех, кто, я так понял, для тех, кто не торгует в терминале. И тем самым банк, он мотивирует торговать в веб-терминале, потому что они здорово доработали. Но эта промо-акция действует не для всех. Вот такая небольшая оговорка. Покажу сейчас свои доходности. Они достаточно скромные за все время. По, согласно брокеру, доходность составляет 244 тысячи рублей за три года инвестиций. Если бы все это время деньги лежали бы просто на, я думаю, облигациях, я бы думаю, доходность была бы раза в два выше. Причем эта доходность из-за того, что у меня большая часть портфеля в акциях, она все время скачет. То вверх, то вниз, то в минус уходит там, то в плюс уходит. Недавно было больше 300 тысяч рублей, сейчас уже 250, то есть несколько дней происходит небольшая коррекция на российском рынке. И так вот выглядит структура моего портфеля. Согласно моим уже рекомендациям для самого себя, я делаю следующее сейчас. Я увеличил количество облигаций в этом году минимум до 20% от портфеля. С 11 до 20, то есть я меняю структуру портфеля. Это первое. Второе, я часть денег держу на банковских депозитах. То есть я в процессе инвестирования продолжаю покупать акции, но при этом вкладываю и в облигации, и в банковские вклады. Тем самым я повышаю ликвидность своего портфеля, снижаю риски того, что все деньги застрянут на этом процессе инвестирования. Если вдруг срочно понадобится, чтобы я не попал в идиотскую ситуацию, когда вроде как деньги есть, а вроде как продавать эти активы в минус себе не хочется. Кстати, год назад я как раз такой ситуацией оказался, когда у меня все деньги были именно в акциях. Но продать я мог только доллары. То есть долларовые акции я продал, доллары я продал выгодно, но это едва-едва частично погасило мои убытки от просадки всего рынка. То есть просадки были такие жесткие, что это лишь частично компенсировало мое положение дел, так скажу. Напоминаю, что по моей ссылке в описании можно открыть брокерский счет в Тинькофф Инвестициях, получить акцию в подарок. Можно также воспользоваться.